Длина стандартного линка в сетях Ethernet, которая используется для построения систем IP-видеонаблюдения, 100 метров. Используя CCTV-режим на специализированных поэкоммутаторах, можно увеличить расстояние и подключить камеру 250-метровым кабелем. Ну а что делать, если расстояние до камеры больше? Вы на канале Secure UA, в студии Андрей Евдокимов и Юлиан Дакслер. И сегодня я расскажу, с помощью какого железа можно запитать камеру на расстоянии до 1 км от коммутатора. На обзоре Хруй-дальнобойщик. Включайтесь. Знакомьтесь. В этих двух коробочках были, ну теперь я их достал, части по усилителя Хруй-ПЕ08. Как вы поняли, он состоит из двух частей. Передающая это часть СВ и приемная часть IPC. Достаточно удобное название, чтобы не перепутать, что на объекте куда ставить. IPC это аббревиатура IP-камеры. Ну, соответственно, вот этого друга мы ставим там, где у нас камерос. А то, что осталось, СВ, ставим на противоположной стороне возле коммутатора. Неважно, что СВ означает, запомнили, это вот передатчик. В общем, линк между приемником и передатчиком, между этими друзьями, может быть до 800 метров. Плюс от базового сетевого коммутатора, который у нас тут стоит, до части СВ может быть 100 метров. И от части IPC до камеры может быть 100 метров. Итого 100, плюс 800, плюс 100, получаем 1 километр от коммутатора до камеры. Короче, если коротко, ну, конечно, это все видео покажу. С одной стороны ставишь эту штуку, от нее провод закинул, тут поставил вторую, все, ну, типа усилился сигнал. Вот это расстояние может быть 800 метров. Внешние части СВ и IPC выглядят совершенно одинаково. С одной стороны у них расположены клеммы заземления, вход питания, Ethernet порт ввода данных, поя питания. Подписан он Data In. Со второй стороны у нас поя выход, который ни за что не поверите, как подписан, поя out, лампочки-индикаторы и дип-переключатель. Увидев вот этот вот вход питания, возникает резонный вопрос. Чтобы включить части устройства, нам нужны блоки питания? Ноу, не обязательно. Устройства могут питаться по технологии поя. При подключении передающего модуля СВ к порту, выдающему питание хотя бы ФАТ, это может быть порт поя свеча, может быть поя инжектор, передатчик заводится сам и запитывает приемный модуль IPC. Если модуль СВ подключать к обычному, не поя порту коммутатора или маршрутизатора, тогда да, на него нужно подавать питание отдельно. В таком случае используйте блок питания 44-57 вольта на выходе и запитав СВ, у части IPC можете не беспокоиться. Подключать к электросети его не нужно, он заведется от передающей части. Сейчас будет небольшая магия рук, и я покажу вам, как это подключение выглядит на практике. Такой набросочек по подключению. Магия. Ахалай, махалай, Димон, стол мне заполняй. Отлично. У нас к усилителю добавили всего, друзья, PoE коммутатор Hongrui 42M, самая ходовая бюджетная модель, и подружка IP видеокамеры Univu, которую мы можем запитать по PoE. Ну, плюс три симпатичных красных патч-корда, которые будут символизировать наши линии передач. Что мы будем делать, собственно? По выходу коммутатора, их тут четыре, выбираем один из, подключаем передающую часть усилителя, часть СВ. Включили. То есть проложили трассу. Отличненько. Запитали от PoE коммутатора эту часть. Длина трассы может быть до 100 метров. Дальше. От передающей части кабелем длиной до 800 метров. Да, это кусок 800 метров. Вы все правильно поняли. Магия продолжает происходить. Вуп, 800 метров. В общем, подключаем от разъема PoE Out части СВ в разъем Data In части IPC передаем link. Супер. И как вы понимаете, остался финальный штрих. Мы от части IPC подключаем IP камеру. Опять же, берем патч-корд, который может быть длиной до 100 метров и подключаем IP камеру. В принципе, все. В этой схеме у нас подключение закончилось. Отлично. Что же мы будем делать, если нам так приключилось, не достался PoE-коммутатор. Нет его. А у нас обычный, бюджетненький, не PoE-коммутатор, который, в общем, имеет 8 портов, которые питание не передают. Ну что ж, бывает и такое. Подключаем в любой порт. Здесь у нас нет питания на передающей части, на части СВ. Соответственно, оно не передается дальше на часть IPC. И, соответственно, части IPC мы не запитываем IP камеру. Досадненько. Что мы делаем в таком случае? Вот сюда, в разъем питания, части, передающие СВ, мы подключаем блок питания, как я говорил, 44-57 вольт. После этого запиталась эта часть, передали питание на части IPC, и с части IPC запитали IP камеру. Вуаля! Все работает. Ну, теперь снова магия. Ахалай-махалай, Димон, все мне убирай. Димон справился со своей задачей, мы продолжаем. Для чего нужен дип-переключатель? Есть два режима работы у этого усилителя. Первый режим LD100, в нем полоса пропускания 100 Мбит в секунду, а максимальная дальность между СВ и IPC 500 метров. Второй режим LD10, в нем полоса пропускания 10 Мбит в секунду, но дальность увеличивается до 800 метров. Это очень похоже на включение CCTV-режима в ПОЭ-коммутаторах. Полосы пропускания 10 Мбит хватает для передачи видеопотока, а освободившиеся жилы витой пары мы используем под передачу питания. Важно! Восклицательные знаки, очень важно! Заявленные характеристики 500-800 метров, они паспортные. И мы должны оговориться, что а, условия должны быть идеальными, то есть минимум электромагнитных наводок на кабель, никаких трансформаторных будок по ходу трассы, никакой прокладки рядом с силовыми сетями. Б. Кабель нужно использовать медный, категории 5Е или выше. Не дешевить, иначе... И В. Чтобы покрыть такие расстояния, кусок кабеля должен быть цельным. Ну вот сейчас странно прозвучало, понимаю, все привыкли к бухтам 100, 305, 500 метров, но бухта 800 явление достаточно редкое и производят их под заказ. Просто зайти в магаз и мне, пожалуйста, этот 800 метровый кусочек кабеля, ну, вряд ли получится. Просто на самом деле задача передать на такое расстояние редкие, а покупать 800 метров кабла, чтобы его покрошить на мелкие кусочки, это не сильно удобно, просто с такой катушкой взаимодействовать из-за ее габаритов. Поэтому, если вам прям сильно нужно именно 800 метров покрыть расстояние, оговаривайте это при заказе. Если вы будете делать скрутки на бухтах по 305 метров, каждая такая скрутка уменьшит расстояние передачи на 150-200 метров по причине потерь мощности на этих скрутках. В целом, как вы поняли, 500 метров для режима LD100 и 800 метров для LD10 это величины в большей степени справочные для идеальных условий. Они достижимы, но при выполнении озвученных выше требований. На тестах мы поднимали линки на двух размотанных соединенных между собой бухтах по 305 метров. Соответственно, добавив по 100 метров на стороне от коммутатора до SV и от IPC до камеры мы закрыли бы линк до 800 метров. Выходы поя у SV и IPC самые адаптивные. Они работают по стандартам АФТ. Запитать от них спидом с потреблением выше 30 ватт не получится. Запитать обычную камеру изи. Самое интересное я рассказал и осталось акцентировать внимание на конструктиве и рабочей среде. Во-первых, устройства выполнены в таких вот солидных металлических корпусах. В корпусах отлитые четыре крепления под винты. По бокам вентиляционные решетки, чтобы он не перегревался. Рабочий температурный режим для них от минус 10 до 50 градусов Цельсия при влажности 10-90 проц. Применяются на высоте более 3000 метров. Как я уже говорил в одном из предыдущих роликов, хруи применимы на всей территории Украины. Так что давайте гоу нести их в массу. Плести вместе хруевую паутину. Это Спайдермен. Актерочка. Как всегда, спасибо, что досмотрели этот ролик каждого этого места. Раз вы до сих пор здесь. Очевидно, это лайкосик этому видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы следить за свежими новостями систем безопасности и оставляйте комментарии, если что-то осталось непонятным или просто хотите сказать что-то приятное. Даже если неприятно, вы все равно пишите, тогда наше видео выше проиндексируется. С вами был Андрей Евдокимов. До скорого. Цените свою безопасность. Собственно. Димон, стол мне заполняй. Спасибо, Димон. У меня 10 мегабинт все. Мегабинт. 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 Всем спасибо за съемку. Снято. У-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok